привет друзья привет дорогие люди было очень много вопросов по поводу активаторов по поводу вообще вот этой техники шели и я сегодня хочу рассказать подробно скажем последовательно чтобы было понятно что это за техника и как применять активатор и начну с самого начала значит что такое техники шели есть художница австралийская художница шели это она придумала такую технику с помощью активаторов получаются очень интересные симпатичные красивые заливки мне очень понравилась эта техника я ее тоже стала применять я что только не пробовала и силикон и vd-40 и так далее но начну все-таки немножко с предисловия у шели есть мастер-класс он платный стоит где-то около 100 долларов и у меня первый порыв был ну вот купить мастер-класс потому что техники мне очень понравились потом я подумала во первых я английский знаю на уровне пятого класса и даже если сделать автоматический перевод очень много будет неточности и потом еще пришла мысль что те материалы которые применяют шели в австралии вряд ли я найду в россии и так получилось спасибо диане подсказала что она кстати покупала этот курс проходила этот мастер-класс она живет в бахрейне и таких материалов в бахрейне тоже не нашлось и конечно же мне интересно было все же сделать такую технику сделать такие заливки я начала пробовать много всего пробовала и в конце концов нашла вот такие вот эмали перламутровые эмали это фирма рогнеда серия дали перламутровые эмали вот у меня здесь какая серебро есть жемчуг медь золото бронза все эти эмали в том числе сейчас про черную отдельно скажу все эти эмали перламутровые работают как активаторы и получаются вот такие заливки симпатичные получаются заливки и что мне еще очень нравится в этой технике то что краски уходит очень мало уходит больше конечно белой про белую сейчас скажу немножко позже вот остальных красок уходит очень мало но получается полноценные симпатичные акриловые заливки также в качестве активатора работает это же фирма тоже серия доли черный колер он называется краска колеровочная а вот эти называются эмаль перламутровая магика ну тоже серия доли вот черная тоже работает немножко слабей но работает вот здесь можно видеть как это работает делая отдельное видео по активатором я перепробовала там пять разных эмалей по моему даже в том числе была черная и видно что действительно эти краски работают как активаторы активатор эта краска с помощью которой при протяжке при раздувке при вот даже я крышечкой делала да то есть уже сверху активатором проводим получаются вот такие ячейки и уже потом получаются получается сеточка красивая ну в общем заливки получаются очень даже симпатичны и еще друзья что работает в качестве активатор ячеек это краска амстердам белила титановые амстердам они точно работают как активатор то есть то точно также развожу с медиумом один к одному то есть одна часть амстердам одна часть медиума и добавляем воды при необходимости другие краски амстердам я не пробовала краски эти дорогие ну и сейчас не могу показать у меня закончилась каком-то видео я делала заливки с применением амстердам в качестве активатора и есть ссылка я объединила все ролики с применением техник шели арт в один плейлист ссылочка есть в описании под видео так что можете посмотреть все эти работы все активаторы и амстердам и эмали и с пеной в общем там все это есть более подробно ну не более подробно скажем более наглядно здесь я как раз подробно объясняю по поводу белой краски так значит белую краску я использую обычную строительную бюджетную она стоит что-то так тут не написано ну по-моему что-то 200 чем-то рублей здесь три килограмма краска для стены потолков интерьерная супер белая ну насчет супер белая не конечно сильно похвастались но белый такая вот белая краска и я краску не только эту я покупала и других фирм в общем то я не имеет значения на самом деле и я использую строительную белую краску везде в качестве белой то есть я другие белые не покупаю дальше что еще я обнаружил краску активатор можно получить еще с помощью пены для бритья не знаю даже как у меня так получилось что я почему я решила попробовать пену для бритья но пену если добавить в краску в любую краску в абсолютно любой жидкий акрил уже в готовый жидкий акрил я добавляю пену ну где-то вот на скажем вот такой стаканчик до 100 или даже меньше я добавляю один пшик то есть один раз пшикнула размешиваю хорошенько надо очень и очень хорошо перемешать и она работает как активатор в конце я покажу и так как готовить активатор точно так же как любой жидкий акрил на скажем стандартном медиуме стандартный медиум про медиум есть под каждым видео абсолютно под каждым видео в описании есть рецепт приготовления жидкого акрила как я готовлю это скажем стандартный способ потому что я готовлю еще и горячий медиум и ну в кавычках английский фрэй флэй тролл то есть я делаю медиум с добавлением глицерина для чего медиум с добавлением глицерина кстати были вопросы по поводу того что отрезкаются заливки значит на ровной поверхности вот в данном случае плитка до никакие краски вот что я заметил не трескаются потому что поверхность ровная краска нигде не скапливается заливка высыхает равномерно и соответственно трещин нет на холсте хост в любом случае немножко провисает особенно там где скапливается краска это в центре и заливка высыхает неравномерно то есть в центре она высыхает дольше и соответственно тянет влагу с краев поэтому заливки трескаются есть два способа избежать трещин в акриловых заливках первый это я делаю подложки под холст как я это делаю есть ссылочка под видео в описании там можно подробно это посмотреть и второй способ я добавляю в медиум где-то на 500 миллилитров медиума обычного либо скажем более жидкого я называю его английский flight roll кстати можно посмотреть в словарике там я подробно рассказываю как я готовлю тот или иной медиум ссылочка тоже будет в описании глицерин то есть я добавляю в обычный медиум на 500 миллилитров ложечку глицерина столовую ложку и тогда заливки не трескаются но тем не менее если холст большой ну скажем больше чем 40 на 30 до или 40 на 40 то все таки я советовала бы делать подложку под холст даже если медиум с глицерином и сушить включая вентилятор но не на картину направлять не на заливку а скажем так в сторону для того чтобы гулял воздух помещение и картина высыхала равномерно ну вот в этих выпусках ссылочки под видео в описании там можно это подробно посмотреть и есть еще еще одно видео называется 5 активаторов там я как раз делаю заливки с помощью активатора активатор приготовлен как раз вот на этих перламутровых эмали кому интересно можете посмотреть там все очень подробно там что-то 45 минут видео поэтому все подробно и понятно но я думаю что понятно что я сегодня хочу сделать я хочу сделать заливку но только активатор сделать не на перламутровых эмалях они так и так работают сделать вообще без них сделать обычные краски обычный жидкий акрил и сделать активатор на с добавлением пены 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 для бритья и активатор будет на основе белой строительной краски ну и давайте сделаем залив друзья мои прежде чем сделать заливку я еще раз скажем так и резюмирую активаторы это краски с помощью которых получаются ячейки без добавления силикона без добавления каких-либо смазок и еще веществ только краска допустим перламутровая эмаль и медиум разбавляю один к одному если густовато получается все зависит от самих красок бывают краски более жидкие более густые но доводим до состояния густых сливок или вот кефирчика один к одному то есть одна часть эмали и одна часть медиума обычного медиума и если густо то немножко разбавляем добавляем воды это про активаторы на основе перламутровых эмали сейчас я сделаю активатор на основе белой строительной краски у меня есть уже готовая белая краска ну это я конечно много ну ладно и добавляю пену для бритья единственное на основе пены да если мы делаем активатор на основе пены то вот эта сеточка до которая получается в результате протяжки там и раздувки смотря как вы будете делать сеточка получается немножко как бы не то чтобы рваная а с узелками вот думаю как же найти слово подходящее с узелками но на мой взгляд это вообще не портит заливку даже наоборот появляется вот такой интересный эффект узелковый я делаю голубую ну то есть вы можете взять абсолютно любую краску добавить туда пену для бритья сделать активатор ну конечно надо очень очень тщательно размешать чтобы пена прямо вмешалась в краску хорошенечко так это активатор и сейчас я сделаю заливку и наливаем подушку это белая строительная готовая уже белую строительную краску готовлю точно так же как любые другие то есть одна часть краски и одна часть медиума единственное конечно смотрите по густоте иногда бывают очень густые краски нужно добавлять воды так что-то пошло не так друзья я взяла не те краски я взяла не те краски я взяла краски жидкие которые на горячем но кстати наверно получится очередной эксперимент так чё пузырьки не хотят лопаться ну и тогда сделаем эксперимент то есть я взяла не не из того сундука краски и получается что они жидкие то есть те краски которые обычно я применяю когда работаю свд-40 ну и ладно давайте посмотрим что получится и даже интересно что получится то есть здесь получается внизу обычная белая строительная здесь у нас поехали краски жидкие которые на горячем медиуме словарики можете посмотреть ссылка есть в описании так ну наверно фиолетового больше не буду и добавлю еще зеленую как-то так и теперь налью опять же на обычном медиум строительную белую но с добавлением пены для бритья и посмотрим что у нас получится очень интересная никогда такой скажем синтез не делала получается между густыми красками вот эти краски жидкие посмотрим как сработает это все дело много налила активатора но ничего на то они эксперименты чтобы были разные вариации и посмотреть что из этого получается ну скажем пена работает видите получается ячейки ну и посмотрим что это на жидком получится и обычно вот этот шов да что получается в середине я раздуваю немножко чтобы ну он был не такой явный вот не знаю как польется потому что краски абсолютно неоднородные что у нас тут поедет не поедет для начала немножко надо раскачать но смотрите видите какие получаются ячейки ячейки получаются не круглые то есть они как бы такие рваные или скажем даже с узором сейчас конечно сделаю на основе пены более активатор есть не зря я его сделала побольше сделаю еще одну заливку уже на обычных красках может как бы я так не планировал такие разные краски применять но посмотрим что из этого выйдет до краска едет неравномерно то есть тут какая-то густая сверху густая снизу густая в середине жидкая поэтому едет не вся заливка как-то частями мне кажется это даже интересно будет вот смотрите видно здесь видите как получается вот эти сеточка да вот эти ну да сеточка кантовка сеточки видите как-то узелками то есть есть и однородные а есть узелками то есть это вот такой эффект дает пену ну ячейки есть сеточка есть даже при условии таких неоднородных красок ну да видите вот из-за того что краски жидкие да часть красок жидкие получается более размытый такой эффект эти краски соединяются но грязи нет в общем то интересные оттенки получились ну и конечно нет такого более скажем ярко выраженного рисунка ячеек и сеточки интересно получается такое какой-то я даже не могу описать что это за эффект и сеточка проглядывается и ячейки но они такие фигурные скажем и размытость здесь присутствует вот здесь вот прям вообще красиво получилось да интересно я даже рада что ошиблась и получился такой интересный эффект буду знать что с применением вот разных красок получается такой интересный эффект я конечно же поставлю ее высохнуть мне интересно как это будет выглядеть когда высохнет а сейчас сделаю еще одну заливку уже с красками одинаковой густоты скажем так и сейчас я сделаю заливку на обычных красках не на жидких так у меня правда тут белая осталось чуть-чуть ну ладно думаю что хватит и сейчас в общем то сделаю ту же гамму почти из густых красок ну обычных скажем обычного жидкого окрыта и посмотрим как на густых красках это все сработает так сейчас посмотрим но тут жидкими мне понравился эксперимент интересно получается высохнет я досниму посмотрим ох на видите когда однородной краски все таки работает более явно выйти сразу видно что появляются ячейки появляется сеточка здесь более явно точно так же работают активаторы на перламутровых эмалях и на амстердам единственно что ячейки получаются более ровные края здесь они какие-то вот здесь смотрите получились более ровные здесь вот более рваны ну то есть разным получается вот краска уже не едет чтобы у нас на середину не нажала все это вот конечно эффект не тот допустим как был бы с амстердам как бы то ни было какие бы пропорции вот допустим может быть я много добавила пены или наоборот мало я думаю что много да то все равно заливки получается очень интересные и краски и расходуются но просто минимум мы видели сколько в основном белая потому что она идет как подушка но краски используется немного а завивка тем не менее получается полноценная но и в этом даже симпатичная смотрите друзья если у вас все равно остались какие-то вопросы конечно ну вдруг я что-то упустила обязательно пишите в комментариях задавайте вопросы я всем в абсолютно всем отвечаю на вопросы спасибо вам большое за комментарии за лайки за вопросы давайте будем общаться потому что на самом деле в русскоговорящем интернете осталось очень мало мастеров многие начинали я видела очень много довольно давно начаты были каналы и там проходит полгода год и каналы заброшены то есть там уже никто ничего не публикует и на сказать что в русском интернете осталось буквально по пальцам это канал татьяна бейкер кстати у которой я училась она живет в англии русскоговорящий канал да но она его насколько я знаю забросил то есть там уже публикации нет больше года она рисует кистью видимо преподает там в англии и заливки забросила есть русскоговорящие тоже но в русском интернете канал так марина 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 забыла какой фамилия ну в общем марина но она сейчас занимается больше резин арт и другими видами вот акриловые заливки но там у нее много видео на канале значит диана которая живет в бахрейне у нее такой на английском и на русском но очень много интересных работ у нее мы сотрудничаем и с мариной и с дианой не соперничаем то есть и делимся и опытом и как-то друг друга поддерживаем есть появился недавно канал людмила тоже публикует свои работы это здорово что в общем то прибавился еще один канал и есть канал алина мира алина миракал на миракал по моему так называется у нее тоже там много работы у него по моему два канала насколько я помню ну к сожалению сотрудничать с ней у нас не получилось хотя я всегда за мир и дружбу за сотрудничество за взаимопомощь какой-то обмен идеями обмен на своим творчеством я считаю что это только на пользу и нам и тем кто смотрит поэтому я всегда круто давайте жить дружно ну и по моему вот на этом и все к сожалению да то есть англоговорящих англоязычных каналов очень много я подписана на очень многие каналы то есть там это более популярно и развивается может быть даже быстрей ну и у них материалов побольше выбор чем у нас тоже сейчас есть материалы которые есть в европе допустим ну цена конечно не радует скажем так вот и не всем по карману покупать эти материалы но я думаю о заливке не сильно страдают из-за того что мы пользуемся отечественными материалами получается очень интересные симпатичные такие оригинальные заливки поэтому я думаю не стоит за цикливаться на том чтобы покупать импортный материал и еще раз друзья еще раз вас всех благодарю за ваши лайки и комментарии за то что вы делитесь за то что вы подписываетесь это действительно очень помогает развитию канала если есть вопросы не стесняйтесь пишите задавайте если есть какие-то пожелания допустим а вот я хотела еще спросить интересно ли вам будет если я допустим сделаю видео по поводу вот как я начинала с чего у меня вообще начинался путь в творчестве я же не художник я связист по профессии и с чего начинался мой путь в творчестве с какой живописи интересно ли вам посмотреть картины которые я рисовала интересно ли вам допустим такое видео обзор на по поводу торговых площадок да на которых я выставляла свои работы и были даже продажи если вам это интересно пишите в комментариях я тогда обязательно сниму такие ролики поделюсь своим опытом как всегда всех вас люблю всем пока это все 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 все